Сегодня редакция телеканала Толк в Горном Алтайе. Мы приехали в Чемал, чтобы поучаствовать в горном забеге. Давайте спросим у наших коллег, насколько боевой у них настрой. Ты тренировалась? Нет. На морально-волевых? Да, просто вдохновение, забег, будет огонь. Да, я за атмосферой, за эмоциями прибежал, собственно. Не то, чтобы мне сколько сам бег, сколько так попробовать, ну и себя понять, что могу, что не могу. Пока не скомандовали старт, спросим у спортсменов, здрасте, как настрой? Ну, будем стараться, боевой, работать будем. Сколько пробежать планируете? 21 километр, полумарафон, побежим. Что теперь, прятаться? Как есть, так есть. То есть это не обязательно быть спортсменом, достаточно иметь желание, и вот эту победу сделать над собой, первую, приехать сюда. Дальше пройти дистанцию, уже отправятся новые двери для новых побед. Я думаю, это очень важно в жизни каждого человека. Пока участники забега бегут по живописным горам Алтая, я расскажу вам, какие дистанции можно было выбрать. Это 3 километра, 5, 10 и 20. 20-ти километровую дистанцию бегут профессиональные спортсмены. А вот 10 километров может позволить себе и любитель, что сделал наш коллега Илья Кочетков. Сейчас мы передаем ему слово прямо с места событий. И 5 километров в середине на пути. Итак, впереди еще ровно столько же, но, конечно, устал. Но пейзажи вокруг такие замечательные, что я и стараюсь ими любоваться. Все-таки горный Алтай. А еще помогает погода. Не жарко. Такая легкая прохлада. То, что нужно. Это спорт, здоровье, жизнь, веселье. Потому что туристы приезжают, должны отдохнуть на базах. И кто желает, еще пробежаться по прекрасной природе. Поэтому мы только за такие мероприятия. Сегодня еще у нас день физкульптуринга. Поэтому у нас все так совместилось хорошо. Поэтому Чимал, здоровый образ жизни, здоровый теле, здоровый дух. Я даже говорить не могу, просто эмоции зашкаливают. Я думала, я эти 3 километра просто не пробегу. Но где-то в обратную сторону открылось второе дыхание. И я рада, что я пробежала, пусть и практически последняя. Но это было круто. Ура! И-и-и-и. Финиш. Глуп. Ну и как оно? Скажи, почему ты выбрал такую большую дистанцию? Ты же не профессиональный спортсмен. Почему 10 километров? Хорошая, круглая такая цифра, число. Ну и к тому же, когда девчонки выбирают по 3-5 километров, что я буду выбирать? Меньше или столько же, правда ведь? Между прочим, Волков Игорь. Четырехкратный победитель. Ярый пропагандист веков в горах. Это дорогого стоя, друзья. К сожалению, призовых мест наши коллеги не заняли. Зато пробежали в горах целый марафон. И получили вот такие деревянные медальки. И кучу положительных эмоций. Дарья Демилер, Алексей Фризин. День с толком.